15 ноября Калмыки отмечают знаменательную дату 110-летия со дня рождения выдающегося государственного военного общественно-политического деятеля генерала-лейтенанта Героя Советского Союза Басана Бадминовича Градевикова. В Москве на Поклонной горе в Музее Победы в этот день откроется выставка. С соблюдением мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором, практически во всех учреждениях пройдут мероприятия, посвященные памяти народного генерала. Все подробности в специальном материале Светланы Джиевой. В эти дни Национальный музей открыл свои двери для посещения экспозиции, посвященной славному сыну калмыцкого народа Басану Бадминовичу Гордовикову. Старший научный сотрудник музея Ирина Коруева – одна из тех, кому Басан Бадминович передал свои фотографии и личные вещи. В 1979 году лично приняла от него те вещи, которые хранились у него дома. Ну, то есть, когда он уже переезжал в Москву, уезжал отсюда, он передал в музей, а мы забирали у него просто уже из дому. Они жили в 15-м доме, а музей наш – это старое здание было, и мы ходили к нему домой. Материалы, собранные сотрудниками музея – яркие свидетельства того, какой огромную роль в развитии страны и своего народа сыграл Басан Бадминович. Он был безгранично предан своей стране, в годы Великой Отечественной войны показал организаторские способности, смелость и решительность, за что и удостоен звания Герой Советского Союза. 17 лет Гордовиков посвятил восстановлению республики, и это были годы созидания. Строились крупные предприятия, создавались племенные хозяйства. Басан Бадминович большое внимание уделял и культуре, говорит народный поэт калмыки Григорий Кукарека. По инициативе Городовикова в республику из разных стран приезжали творческие коллективы, артисты и писатели. Участвовал в мероприятиях, особенно культурных, литературных, и видел, с каким гостеприимством принимал Басан Бадминович гостей. Писатели из Москвы, из Волгограда, из Астрахани, из Украины. Басан Бадминович исходил для того, чтобы в нашу республику знали как можно больше людей и по страницам художественных и документальных книг. Он оставил после себя действующие промышленные предприятия, важнейшие отрасли экономики, города и поселки, университет, средние и специальные и начальные учебные заведения. А самое главное, он оставил добрую память о себе в народе. И джамо и рассказывали, что после войны Басан Бадминович поднимал экономику, приглашал много специалистов сюда, своих военнослужащих, соратников. Они здесь многие остались, жили, здесь женились. Все, что мы имеем в Калмыкии, вообще все, что у нас есть, заводы, какие-то были фабрики, самый главный университет наш, аэропорт, все это рук дело Басан Бадминовича Гордовикова, такого великого человека. Мы читаем статьи о нем, узнаем о его подвигах, читаем разные рассказы о нем. Представителей разных поколений восхищают не только его подвиги, но и трудовые свершения. Воспоминания о нем неразрывно связаны с историей калмыцкого народа. Народный генерал. Таким останется Гордовиков в памяти потомков. Светлана Джива, Максим Мятежный. Информационная программа «День республики». День республики.